приветствую вас на первом циничном канале сейчас обсудим новость буквально последних часов и я надеюсь что многим камрадам это поможет ответить самим себе на основной вопрос по поводу иммиграции сначала новость на илью варламова известного блогера возбудили уголовное дело я думаю что сейчас мэры губернаторы просто рукоплещут наконец-то наконец-то на скольким из них он кровь попортил показав примерно как разворовываются деньги что на восстановление там городов на ремонт и на хозяйство они никуда не идут его многие ненавидели он же все-таки блогер-урбанист показывал реальную российскую жизнь и поэтому сейчас вот наконец-то ну и плюс потому что существует в своем как бы таком мирке небольшом если в россии возбудили уголовное дело то все теперь как бы капец ему то что мир это не россия и заведение в россии уголовного дела это то же самое что заведение его в зимбабве или в северной корее то есть туда лучше не ездить и без уголовного дела я думаю что для многих из них они все-таки в этих реалиях существуют ну ладно они действительно ликуют рукоплещут а уголовное дело собственно завели по какой статье часть 2 статьи 330.1 ук рф за неисполнение обязанностей иногента короче судя по всему не стал указывать на своих материалах что он иногент чем интересно для нас для камрадов и мужского движения просто думающих людей чем интересна эта новость давайте я перед тем как делать по ней выводы еще просто ну немножечко маленькую ремарку сделаю может быть вы обратили внимание что последнее время многие очень иногенты ну как правило то артисты галкин зимфир слепаков по моему еще кто-то обжаловали в российских судах решение об иногентстве у всех отказы ни с кого не сняли но тем не менее орки тоже рукоплескали а деньги кончились назад собрались то есть но я понимаю что уровень идиотизма орков он как бы космический но тем не менее все назад собрались хотят вернуться мы их не пустим вот он сидит там своем мухосранске мы не пустим что ты сделаешь если бы с них сняли но это ладно это хрен бы с ними на то нью-йорке тут друг интересно другой они действительно обжаловали зачем это нужно так вот друзья это скажем так одного поля ягоды с одной стороны доведения до уголовки варламов мог исполнять эти обязанности там предоставление отчетности много чего но я думаю что варламов целый штат поэтому он мог это возложить на какого-то юриста то есть умышленно пошел да не зашквариваться да не зашквариваться исполнением вот этих вот анти демократических античеловеческих требований с одной стороны но я думаю что и вполне прагматичный расчет здесь есть показать что по тебе применяются репрессии и тем самым доказать свое право на политубежище например на жизнь нормальном мире так вот обжалование инагентство цель имеет ту же самую дело в том что европа штаты ну нормально адекватный мир он еще до конца как бы не понял видимо что такое российское правосудие а если понял то это никак не формализовал юридически не оформил что в принципе российское правосудие ну да это российское правосудие и поэтому как бы исходить из того что короче они исходят из старых принципов что прежде чем обращаться в международные суды должно быть отработано должны быть отработаны механизмы национального права то есть все судебные инстанции пройдены в конкретной стране то есть они все-таки до конца никак толк не возьмут что такое судебные инстанции россии вот и поэтому формально они обращаются в суд получить отказ и уже соответственно с этим отказом быть чтоб все как бы в россии справедливости не нашел цели те же самые обратиться в международный суд получить решение в свою пользу то что россия не признает блин да это уже северная корея талибан и хамас в одном лице не признает не надо не для россии это решение получается а чтобы с этим решением как бы ну соблюсти формальности здорового адекватного цивилизованного мира так вот варламов допустил заведение на себя дело теперь выводы выводы которые могут помочь нашим камрадам друзья как видите люди далеко не глупые влиятельные очень влиятельные все-таки примерно оценивать их капиталы их влияние их выходы их связи их лобби это люди мягко говоря повлиятельнее среднего оценивают вот таким образом то есть они не пытаются сохранять мосты моста не жгут сейчас уголовное дело то есть въезд в россию при существующем режиме все стало быть туда никто и не собирается в эту россию на так вот много очень вопросов от камрадов поступает я не буду конкретизировать чтобы это не палить камрадов относительно сжигание мостов а делайте это делайте это друзья вот он ну как бы это даже не инсайд это очевидно на поверхности лежит люди с большей информации с большим влиянием уже прекрасно понимают что никакого возврата не будет поэтому выводы не бойтесь сжигать мосты у кого-то это скажем так финансовые мосты обтекаем и назовем у кого-то это может быть там юридические политические и так далее не бойтесь сжигать мосты никакого возврата не будет вот это не просто так просто вдумайтесь если вы сидите и вторите тем иммигрантам которые говорят как только что-то кончится вернусь вдумайтесь что конкретно должно кончиться в россии для того чтобы ну более-менее там стало нормально жить мобилизация грубо говоря ее сейчас нету в том виде в котором она была там в период мобилизации увеличение численности войск да в любой момент новое да ну вот в данную секунду этом нету что дальше репрессии репрессии кончатся если кончится режим вдумайтесь еще раз многие почему-то с личностью путина это как-то связывают путина вот там уберут в отставку какого путина чтобы кончился режим что должно произойти эта смена руководства страны всего не только путин а что делать с депутатами которые голосовали за войну что делать с министрами которые голосовали принимали решение это колоссальные люстрации это очевидно выдача под гагский трибунал очевидно это аналог нюрнбергского процесса то есть это верхушка вся а судьи которые выносили вот эти приговоры там по 8 лет за какую-нибудь дискредитацию вооруженных сил это же ответственность это не просто даже люстрации снять это уголовные дела против них то есть это представьте полная смена верхушки дальше это отмена политических статей фейков дискредитации наверное разжигание ненависти то есть это отмена огромного количества статей там инагентство того же вообще понятие инагента то есть это перекраивание всего права серьезно вы в это верите а миллионы вот этих орков куда девать ну затереть куда-то да убрать их но всех их не осудишь куда-то из медийного пространства убрать а вот эти военные пенсии которому платятся за то что в том случае будет признаны военным преступлениями то есть но в лучшем случае платить там пенсии просто как обычным инвалидам без всяких там надбавок и так далее то есть это перекраивание всей страны вы в это верите кто это сделает там нету ни оппозиции не думающих людей ничего кто это сделает поэтому друзья нет однозначно нет на всю нашу жизнь хватит я думаю что еще останется вот этого сумасшедшего дома поэтому не бойтесь сжигать мосты если вы считаете что сожжение моста дает вам какие-то удобства сейчас в плане миграции опять же обтекаем и говорю кто поймет тот поймет но потом к примеру она вам там мешает вернуться в россию ну не будьте сумасшедшими попросту в россию вы не вернетесь если только это не акт там сама выпила другого возврата туда не будет и еще раз обратите внимание на людей которые вполне могут по большому счету варламов добровольно допустил что на него завели уголовное дело он вполне мог подавать отчеты во первых есть куча правозащитных организаций которые с этим помогают и с его известностью ему бы помогли во вторых я полагаю что ему не накладно содержать юриста который все бы это делал на ставку бы работал и отслеживал то есть человек пошел на добровольное заведение уголовного дела прекрасно понимая что его заведут вот поэтому ну наверное у него все-таки информации побольше чем даже у среднего иммигранта который как раз думает сжигать или не сжигать мосты ну вот такие соображения какие-то K1. ну и ну ну